Приложение 2. Дополнительные сигналы для рыболовных судов, занятых ловом рыбы вблизи друг от друга. 1. Общее указание. Но на меньшее расстояние, чем огни, предписанные настоящими правилами для судов, занятых ловом рыбы. 2. Сигналы для судов, занятых троллением. Суда длиной 20 метров и более, занятые троллением, независимо от того, используют ли они донные или пелагические снасти, должны выставлять. 3. Когда они выметывают снасти, два белых огня, расположенные по вертикальной линии. 4. Когда они выбирают снасти, белый огонь над красным, расположенный по вертикальной линии. 5. Когда снасть зацепилась за препятствие, два красных огня, расположенные по вертикальной линии. каждое судно длиной 20 метров или более занятая парным троллением должно показывать ночью луч прожектора направляемый вперед и в сторону другого судна этой пары когда суда вы метывает или выбирают снасти или когда их снасти зацепились за препятствия огни предписанные пунктом 2а судно длиной менее 20 метров занятое троллением независимо от того использует ли она донные или пилогические снасти или занято парным троллением может выставлять огни предписанные пунктами а или б этого раздела соответственно сигналы для судов производящих лов рыбы кошельковыми неводами суда производящие лов рыбы кошельковыми неводами могут выставлять два желтых огня расположенных по вертикальной линии эти огни должны попеременно давать проблески каждую секунду причем продолжительность света и затемнения должна быть одинаковой эти огни могут быть выставлены только тогда когда движение судно затруднено его рыболовными снастями в данной таблице приведены дополнительные сигналы для рыболовных судов занятых ловом рыбы вблизи друг от друга как троллением так и кошельковыми неводами рыболовных судов а он